всем добрый день сегодня у нас будет битва трех мышек угрин для этого сейчас мы подготовим поле для жизнедеятельности более конкретно все мышки у нас заряжены установлены аккумуляторы батарейки и сейчас мы в стандартном программном обеспечении проверим их функциональность и данное программное обеспечение которое вы видите сейчас на экране сделает нам вердикт по данному типу мышек окончательно вы определились с тем какую мышку лучше взять и приобрести возвращай часть потраченных денег с кэшбэк сервисом летишопс установи расширение для браузера чтобы отследить динамику цены и найти товар по самой низкой выбрать надежного продавца и вернуть кэшбэк в один клип летишопс и так приступаем первым делом давайте замеряем вес чтобы все были в положении первая мышка у нас вторая по счету которая была произведена весом 80 грамм 3 мышка которая была изготовлена чуть позже 93 грамма есть здесь модификации данной мышки помимо того что раньше она сообщалась только по 24 гигагерца сейчас появилась такая же версия вместе с bluetooth для двух устройств и еще расцветка поменялась а не минут три варианта стала вот как исходной сейчас 2 это синий и 3 красный и четвертая мышка которая есть у green которая тоже появилась совсем недавно которая также может общаться с двумя устройствами с первым при помощи 2 и 4 гигагерца вторая при помощи bluetooth так но и давайте приступать к тестированию в программном обеспечении и смотрим результаты да кстати происходит тестировано первых определение дпи для этого достаточно провести мышку в одном из направлений где там 30 метров второй вариант это надо с ней пробегать 10 метров по коврику либо еще какому-то устройству ну и окончательно там четыре по моему тестирования все это результаты чтобы не затягивать время но и тем самым продемонстрировать уже окончательные результаты и так приступаем и и МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Не забываем, что у нас объявлен розыгрыш при условии достижения на моем канале 10 тысяч подписчиков, и это количество будет держаться около недели. Я разыгрываю объектив для смартфона аноморфной уланзии, что вы сейчас видите перед глазами, поэтому проявляем активность, подписываемся. И ждем момента розыгрыша данного объектива аноморфного уланзии к каждому желающему, причем отправлю любую точку мира. При условии, что с этой точкой мира осуществляется почтовая служба между Российской Федерацией и той почтой, куда я буду отправлять. Я продемонстрировал возможности трех мышей Угрин, которые выпускались постепенно, начиная с первой мышки, которая нету в наличии. Дальше идет вторая мышка, она маленькая. Третья, это похоже на 705-ю Logitech M705. Ну и последний, четвертый вариант, который тоже имеет эргономическую форму, но чуть длиннее предыдущего варианта, также может быть использован для различного назначения. Ну, основное назначение – это офисное назначение, ну и в качестве игровых девайсов тоже может быть использован. Если учесть, что в устройствах, а именно в монитор, там, в зависимости от того, какая у вас герцовка, мышка, какая у вас там герцовка, дальше, видеокарта, какая там герцовка, то слабое самое место среди этих устройств – это не человек. У него реакция достаточно слабая, так в усредненном виде. Но ее всегда можно развить, поэтому игровые мышки – смысл приобретать. И вам нужны там дополнительные клавиши и функционал для макросов. Но это чревато тем, что могут вас заблокировать в той или иной среде, где распространяются игровые типы игр. Итак, каждый делает свой осознанный выбор. Я свой осознанный выбор сделал. Информатор вашему вниманию – выбор, как всегда, только за вами. Всем спасибо за внимание. Кому это было полезно. Всем удачных покупок, распаковок. До следующего видео и до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok